Привозите дожди Дожди, косые дожди Дожди с далекого берега Дожди, косые дожди 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 Я прошу, не уезжайте, любимые Я прошу, не уезжайте, любимые Я прошу, вы возвращайтесь, любимые И приезжайте, любимые Я вас очень прошу Дожди, косые дожди Дожди с далекого берега Дожди, косые дожди Дожди Дожди, косые дожди 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 Мы приветствуем гостей нашего праздника Здравствуйте, уважаемые педагоги И дорогие первокурсники Первая песнь была посвящена осени Ведь уже три дня, как кончилась осень Ведь уже три дня, как кончилось лето Так все же, что такое осень? Ни для кого не секрет, что издревле осень Это время подведения итогов Не зря, говорят, цыплят по осени считают И новый учебный год Это тоже итог наших стараний Экзаменов и прочих приятных и не очень хлопот Но в то же время, подведя итоги, тут же нужно двигаться дальше Как это сделали наши выпускники И сейчас я хочу передать слово Анастасии Ржевской Нашей выпускнице, которая сейчас работает в клинике МЕДСИ Творческое выступление Насти мы увидим чуть позже А сейчас официальная часть Всем добрый день Когда-то два месяца назад на этой же самой сцене я получала диплом А сейчас и стою, поздравляю первокурсников Я, честно говоря, даже не верю в это То, что четыре года пролетели так быстро Я очень рада видеть всех своих преподавателей Ну а вам, дорогие первокурсники Я хочу пожелать удачи, много сил Любите и уважайте наших преподавателей Ну, как было сказано про творческий номер Я совместно с студентами этого колледжа Подготовила небольшой показ медицинской одежды Чтобы вы понимали, как это красиво и элегантно Спасибо Поглопаем еще раз Рядом со мной на сцене стоит девушка Саша Мы с ней учимся в параллельных группах И от себя могу сказать, что самое страшное уже позади Правда, Саша? Да, на самом деле, сейчас хочу сказать пару слов Для первого курса, так сказать, на путстве Ребят, самое главное, запомните Пропускать занятия лучше не стоит Ну, как бы, потому что отрабатывать их все равно придется И самая, как бы, уважительная причина, которой у вас может быть Это, как бы, смерть И то нужна справка Поэтому, как бы, не советую Вот, что еще хочется сказать Что преподаватели все прекрасны Что, ну, как преподаватели Как люди, дающие знания Так и как сами люди, как бы, личности Поэтому лучше с ними отношения не портить Как бы, вот Учите все предметы Но особое внимание застрите, пожалуйста, на анатомии и фармакологии Потому что вы должны их очень хорошо знать Иначе дальше придется очень сложно Ребята, с которыми вы учитесь, я уверена, тоже Все прекрасные люди Потому что, когда мы пришли, ну, на В первый день Вот, нам, конечно, всем что-то не нравилось Мы такие, что это за люди вообще Но потом, в течение всего года У всех были свои приколы Все, как бы, сдружились И сейчас мы, вот, уже первый день И мы сегодня все обнимались И так соскучились друг по другу за два месяца Так что, тоже советую дружить Не ссориться Вот И вот так вот Так что, пожалуйста Такие вот вам слова И хочу вам подарить песню Которую можно взять за девиз Вообще всего обучения Улыбайся Пожалуйста Я птичу счастье свою Отпускаю на ю Теперь сама я пою Теперь сама летаю А-а-а-а Возвитый космос Лечу кометы огибая Тебя мечтать научу Теперь одна мыстая А-а-а Улыбайся, улыбайся, улыбайся Закинув лески вдали, ловим их корабли Писывая время в пыли, мы Сальвадор и Дали А-а-а, у-а-а, е-е-е, а-а-а, у-а-а, е-е-е Над этой песней воржи, мне глаза завяжи Рисуй, с ветром дыши, его закрыли, держи А-а-а, у-а-а, е-е-е, е-е-е, е-е-е Только улыбайся, улыбайся, невесомости поверь И отдайся, улыбайся, улыбайся У-у-у-у, улыбайся, улыбайся, улыбайся У-у-у-у, улыбайся, улыбайся Я птицу счастья свою отпускаю на ю Теперь сама я пою, теперь сама летаю Сама летаю, сама, 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 сама У-у-у-у, улыбайся, улыбайся У-у-у, улыбайся, улыбайся, невесомости поверь И отдайся, улыбайся, улыбайся У-у-у, улыбайся, улыбайся, улыбайся У-у-у, улыбайся, улыбайся, невесомости поверь Спасибо большое. Запомните мои советы, пожалуйста Вот такая веселая, позитивная песня от Саши Ну а мы все знаем, что цвет осени Желтый, багряный, золотой Про это мы узнаем с самого детства Собирая кленовые листья, читая стихи Александра Сергеевича Пушкина И просто смотря в окно А цвет медицины белый И мы это также знаем с рождения Но так было не всегда Вы ведь, наверное, слышали про черного доктора? Что я слышал? Веселье, песни в храме медицины? Вы знаете, какая это страшная ересь? А? Я пришел сюда, чтобы рассказать всем студентам Что медицина — это очень опасное дело Вы знаете, что я видел? Как много опасностей в этом мире От них меня защищают стекла красных очков От них меня защищает мой черный балахон А благовония, что я кладу в свой клюв Защищают меня от запаха гнили и скверны А вот этой тростью Я указываю пациентам, какое принимать лекарство Чтоб не касаться их Я надеюсь, вы все понимаете Что гигиена — это очень важно И вы принесли все необходимый костюм Вот эти вот атрибуты У вас есть маски и черные плащи? Мне кажется, что нам стоит всем Облачиться именно сейчас в них Что за ересь ты несешь, черный доктор? Времена изменились Я слышала, что тобой в средневеку и пугали детей Конечно Ведь я избранный Я каждый день вижу, как Господь карает грешников И посылает на них страшные мучения Какой же ты брехун, чумной доктор В середине 19-го столетия Во время Крымской войны По обе стороны фронта Зародилось милосердие Ты вообще слышал о таком? И его образцами стали Медицинские сестры Которые известны во всем мире Это наша Даша Севастопольская И, конечно, Флоренс Найтингейл Я приветствую всех Кто выбрал путь добра и милосердия И вам мое почтение, дорогие коллеги Я хочу рассказать вам о свете Что несет мой фонарь Это свет надежды Надежды на выздоровление В страшные времена Крымской войны Я вместе со своими соратницами Так же, как и сестры крестово-возвиженской общины Во главе со знаменитым Пироговым Все мы По разные стороны фронта Пытались дать раненым надежду И сказать им, уважаемый чумной доктор Что Господь милостив Он наказует, но не умерщвляет И не нам нужно защищаться от больного А напротив, быть для него спасательным маяком Поэтому позже, в 19 веке Появился белый халат Не как символ превосходства и защиты А как бы разъезд чистоты и надежды Да что за ересь вы несете Да за такие слова Вас бы придали окне инквизиции Вы знаете, мне здесь не нравится И поэтому я удаляюсь в свое страшное Мрачное, но очень справедливое время И если хоть кто-нибудь из вас Хочет пойти со мной То милости просим Адрес простой Средние века Господа Я надеюсь, злое предсказание чумного доктора не сбудется И сейчас, в этот торжественный момент Будущие коллеги Нам всем предстоит одеть белый халат Музыка Музыка Какие мы все красивые Мы сейчас вижу У нас предстоит достойная смело Сейчас гимн А теперь, когда все облачились Звучит торжественный гимн Российской Федерации Прошу всех встать Музыка 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 А сейчас я хочу передать слово почетным гостям этого праздника Климову Александру Алексеевичу, первому проректору Российского университета путей сообщения нашего главного учебного заведения. Поприветствуем аплодисментами! Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемые студенты. Внесу ясность Российского университета транспорта МИИД. Называемся мы по-другому, и все вы студенты Российского университета транспорта МИИД. Это не только железнодорожная отрасль, это все виды транспорта. И авиация, и морской речной флот, и автомобильный транспорт. И если скоро начнут летать, как нам обещают в Роскосмосе, ракеты с людьми, то значит и там тоже вы понадобитесь. И может быть кто-то полетит в космос и будет там помогать пассажирам быть здоровыми, веселыми и довольными. Я думаю, что вы сделали правильный выбор, потому что сейчас медицина это самая продвинутая отрасль, это всегда самые высокие технологии, это генная инженерия. И я думаю, что многие из вас, наверное, через несколько лет, через некоторое время будут думать о том, чтобы дальше продолжить свое обучение, стать врачами, стать исследователями. Но те, кто решит работать в медицине, помните, что, как говорила Ольга Юрьевна Васильева, наш министр образования и науки Российской Федерации в недалеком прошлом, педагоги и врачи, они не работают, они служат. Это как бы медицина, это одна из областей, где действительно надо иметь особые качества и служить людям, приносить пользу. Я вот люблю ходить в различные медицинские учреждения, мне часто приходится это делать. И, конечно, там, где люди служат, там, где люди относятся неформально к своей работе, там всегда и очень интересно находиться с этими людьми, интересно разговаривать, всегда приятно общаться. Поэтому вы сделали еще раз, хочу сказать, правильный выбор, с моей точки зрения. У вас большое у всех будущее. Все вы обязательно закончите успешно медицинский колледж Российского университета транспорта. И, надеюсь, встретиться с вами на выпуске, когда вы будете получать дипломы. И многие, надеюсь, с отличием получат дипломы. Спасибо. Пожалуйста, всегда рады вам. А сейчас я хочу пригласить на эту сцену еще одного почетного гостя. Агафонову Инну Петровну, начальнику отдела среднего профессионального образования. Аплодисменты. Приветствую вас, дорогие друзья. Вы все такие прекрасные в этих белых халатах. Разрешите мне поздравить с Днем Знаний студентов, педагогов, всех сотрудников этого прекрасного учебного заведения. Но в первую очередь я хочу обратиться, конечно, к студентам. Я хочу поздравить вас не только с началом нового учебного года, с началом нового этапа. И, наверное, с началом того, что вы обрели новый статус. Статус студента. Я хочу, чтобы каждый год приносил вам знания. Прочные знания. Общайтесь с друзьями. Чтобы каждый год был насыщен прекрасным общением. Чтобы это запомнилось на все, на всю оставшуюся жизнь. Я хочу, чтобы те наставники, которые вас здесь встретят, также оставили след в вашей жизни. Поверьте мне, что те образовательные программы, та учебно-лабораторная база, которую здесь вы столкнетесь с этим, вы будете осваивать, она прекрасна. Это достойное учебное заведение. Я рада, что вы находитесь в этих стенах, что вы обретете эту прекрасную, благородную специальность. И я надеюсь на ваше дальнейшее, перспективное будущее, связанное с тем, что вы станете профессионалами. Я верю в это, потому что все условия для этого здесь есть. Я еще раз поздравляю вас с Днем Знаний. Желаю вам настойчивости. Здесь правильно было сказано об этом. Это самое главное, наверное. Успехов в учебе и в добрый путь. Спасибо. Спасибо нашим почетным гостям. Хочу также поблагодарить коллег из прошлых веков. Теперь, когда все студенты в этом зале облачились в белые халаты, для вас на нашей сцене специальное дефиле. Поддержим аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Уважаемые студенты, от лица всего педагогического коллектива Медицинского колледжа РУД-МИИД поздравляю вас с началом учебного года, с началом нового этапа в вашей жизни, становления профессии. Спасибо. Я очень надеюсь, мы все очень надеемся, что ваш выбор не случайный, что вы действительно в эту профессию пришли раз и навсегда. Я очень верю, что вы выбрали правильное учебное заведение, и со своей стороны наш педагогический коллектив сделает все, чтобы передать вам максимум знаний. Мы надеемся, что вы будете поглощать эти знания с аппетитом, и тогда они будут усвоены. Добрый путь вам, ребята! АПЛОДИСМЕНТЫ И как я обещал, может быть, кто-то из кураторов хочет сказать свое слово на путь. Я знаю, что все немножко волнуются, но кто-то, может быть, выступит от лица, возьмет на себя, да, Светлана Алексеевна? Смелость? А, ну все, давайте, давайте, да, я покажу. АПЛОДИСМЕНТЫ Я тоже прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, дорогие ребята, я могу попалиться тем, что та выпускница, которая поздравляла вас сегодня с первого сентября, с совершенно новым витком этапа четырех лет в вашей новой жизни, это моя выпускница. Это моя студентка, которая четыре года назад, она так же, как и вы, очень волновалась в сентябряном зале, и точно так же впервые надевая белый халат. Но я не буду тоже долго говорить, утомлять вас, я использую свое право представителя русского языка и литературы и привлеку для этого Роберта Рождественского и Шпаргату, как хороший студент. Но я вас этому не учу. Если вы есть, будьте первыми. Первыми, кем бы вы ни были, из песен, лучшими песнями, из книг, настоящими книгами. Первыми будьте и только пенными, как моря. Лучше второго художника, первых моря. Спросит вас Робела, а что же тогда окажется, если все будут первыми, кто пойдет в замыкающих? А вы, трудсливых, не слушайте, а вы стульте их, как пен. Если вы есть, будьте лучшими. Если вы есть, будьте первыми. Если вы есть, попробуйте горечь зеленых победок, примериваясь, попробуйте великую ношу первым. Как самое неизбежное, свалите ее на плечи. Если вы есть, будьте первыми. Первым труднее и легче. Добрый день. Кто-то подхватит? Тогда мы близки к финалу, и я, как творческий руководитель нашей креативной лаборатории, хочу представить премьеру нашего гимна. Когда мы закончили вручение дипломов в июле месяце, мы разбирали, делали результаты праздника с директором в кабинете. Гера Николаевна Кузнецова сказала мне, Максим, у нас заканчивается праздник чем угодно. Да, у нас действительно традиция заканчивать наши праздники общей песней, всем выходить на сцену. У нас был кипел «Я свободен», у нас было много других хороших рок-н-ролльных и поп-песен на финале. Но гимна не было. Поэтому вот такой я, озадаченный, ушел тоже на каникулы. И родилась песня, песня, которая, я надеюсь, всем придется по душе, которая станет действительно гимном Медицинского колледжа Российского университета транспорта. И сейчас без фонограммы, вот в живом исполнении, при помощи моих помощников, студентов, мы ее исполним. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы медицинский колледж выбрались с тобою, не пожалев по бэндам никогда. И пусть мы все пошли дорогой непростою, Зато есть высший смысл у нас всегда. Зато есть высший смысл у нас всегда. АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь учат доброте, Терпенью, состраданью, Тому, что нужно всем тебе и мне. АПЛОДИСМЕНТЫ Медбраты, медсестра, Профессия, призванье, И мы теперь ответственны вдвойне. Должны всегда спешить На помощь без сомнения И быть готовы руку протянуть. АПЛОДИСМЕНТЫ На быстрый, но сомнительный успех. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы честь профессии Своей оберегаем, Медколледж это образец для всех. Медколледж это образец для всех. Медколледж это образец для всех Медколледж это образец для всех Спасибо! Хорошего учебного года всем!